Глава одиннадцатая. Дыхание. А теперь поговорим о дыхании. Дышат все живые организмы. Так как для поддержания жизни необходимо постоянное поступление кислорода, а запасов его в организме нет. Кислород жизненно необходим. Он участвует в химических процессах расщепления сложных органических веществ. В результате этих процессов выделяется энергия, необходимая для поддержания жизнедеятельности организма, его роста, движения, питания, размножения. Одноклеточные организмы, как растения, так и животные, поглощают растворенный в воде кислород всей поверхностью своего тела. Это самый простой тип дыхания – клеточный. Образующийся в процессе дыхания углекислый газ выделяется сквозь оболочки непосредственно в воду. Таким же образом дышат и многие многоклеточные животные – кишечно-полосные, плоские черви. А среди растений всей поверхностью тела дышат водоросли. У большинства же многоклеточных животных и растений для осуществления газообмена имеются специальные приспособления и органы. У цветковых растений это устьица и чечевички. Устьица обычно расположены на нижней стороне листа. Через них растения не только дышат. Через них в лист поступает необходимый для фотосинтеза углекислый газ и выделяется образовавшийся в процессе фотосинтеза кислород. Регулирует устьица и процесс испарения воды. В случае недостаточного обеспечения растения водой, что может случиться в сухую и жаркую погоду, устьица закрываются. Этим растения защищают себя от иссушения. Стебель растения дышит через специальные отверстия среди клеток коры – чечевички. Обратите внимание, растения дышат, как и человек, круглые сутки, потребляя из воздуха кислород и выделяя углекислый газ. Поэтому не стоит иметь в спальне слишком много растений. У животных органы дыхания очень разнообразны. У большинства водных обитателей это жабры – особые разветвленные кожные выросты тела. Жабрами дышат рыбы, многие моллюски и членистоногие. Давайте посмотрим, как же происходит процесс дыхания у рыб. Заглатывая ртом воду и проталкивая ее через жаберные щели, рыба создает в них постоянный ток воды. Жабры пронизаны множеством кровеносных сосудов. Из омывающей жабры воды в кровь поступает кислород, а из крови в воду удаляется углекислый газ. У насекомых дыхательная система устроена совершенно иначе. В каждом сегменте их тела имеется пара дыхалец, отверстий, от которых внутрь отходят ветвящиеся трубочки – трахеи. Они буквально пронизывают все тело. По этим трахеям в клетки тела насекомого поступает воздух, богатый кислородом. Наземные позвоночные дышат легкими. Легкие имеют вид ячеистых мешков, пронизанных бесчисленным множеством кровеносных сосудов. Строение в виде ячеек помогает увеличить внутреннюю поверхность легких в несколько раз. Несмотря на наличие сложных органов дыхания, у позвоночных имеется и кожное дыхание, например, безлегочные саламандры. У лягушки кожное дыхание даже преобладает надлегочным, и при его нарушении лягушка с неповрежденными легкими погибает. Итак, запомните, все живые организмы дышат. При дыхании осуществляется газообмен. В организм поступает кислород, а из организма выделяется углекислый газ. Кислород необходим для расщепления сложных органических веществ на более простые. Выделяемая при этом энергия используется организмом для осуществления процессов жизнедеятельности. Одноклеточные организмы, кишечно-полосные и многие черви дышат всей поверхностью тела. Различают несколько типов дыхания. Клеточное, кожное, трахейное, жаберное и легочное.